Продолжение всей той же темы. Вот. Я просто хочу, чтобы в стране были сады. Звучит это наивно, звучит это самонадеянно. Вот. Все равно. После того, когда я побывал дважды между этим и тем светом, и когда я точно убедился, что душа у человека есть, и она существует без тела, отдельное тело, это не шутки, а настоящая правда, то я переменился. Я решил, надо жить для людей. Вот. Да я и раньше жил для людей. Но для более узкого круга. Сейчас я хочу помочь миллионам. Вот. Очередной фильм. Вот. Вот. Ну, каждый мой рубль, потраченный на эти фильмы, обернется тысячами, надеюсь, когда-то миллионами рублей сэкономленными вами, друзья. Вот. Ну вот, а теперь интригую. Зачем я здесь, возле этого магазина? А вот зачем. Я сейчас зайду туда, как шпион. Пока меня не обратят внимание персонал, я вам покажу тележку. Ой, а вдруг ее уже убрали. Я здесь был позавчера. Ладно, все равно. Если что, я потом эту преамбуну просто сотру. Итак, тележку, в ней стоят мертвые саженцы. Так. Вот. Все мертвые. Даже абрикосы. Там есть ярлычки, есть логотипы, чьё это. Они мертвые. Ну, время пришло, они просто высохли. Ладно. Но меня зацепила там одна фамилия, называется Бельтяевский. Бельтяевский мой друг. А там сорт его именем назван. Я хотел вам рассказать историю эту. Почему? Потому что сейчас стоит мне раскрутить очередную фамилию. Вот. И по всей стране фальшивые саженцы быстренько переписывают ярлычки. Вот. Чтобы люди покупали, потому что они слышали ту фамилию, ту, ту, ту. Лучше по фамилии покупать, чем безвестное. То есть продавать. Ну что, я пошел. Вот. Буду немножко как шпион. Может быть, если рядом никого не будет, если тележка на месте, прокомментирую. Вот. Так. По бубню. Меня уже многие, по городу много набубнил, считают городским суперфишем. Это кто меня не знает. А некоторые, кто знает, боятся. Ну вот опять были со своими разоблачениями. Вот. Никому дела нет, а ему есть дело. Ну что, я пошел. Ура. Нашел. Какими ветрами сюда занесло, да? Вот. Мертвые. Мертвые. Да не смотрите, они мертвые, девушки. Мертвые, да? Да. А то из дуру еще купите. Смотрите. Нельзя ломать, а то еще заставят заплатить. Видели? А как узнать, что она мертвая? Да потому что сухой саженец, сухой абсолютно. Вот. Ну и элемент обмана. Элемент обмана? Ну, это я вам мог рассказать, но у меня времени нет. Короче, абрикос, абрикос привит, но это я сейчас, знаете, что сделал? Такси. А я сейчас приеду в деревню, покажу гигантский абрикос трехэтажный, а рядом с ним растет песчаная вишня высотой 2 метра. Вот. Представьте себе, когда гигантский абрикос прививает на кустарнику вишню. Вот. Любуйтесь. Видите? Да вы что? А вы как хотели? Вот. Но главное-то не это. Дело в том, что он может даже заплодоносить год-два, а потом все равно умрет. Если повезет заплодоносить. Ну, мне понравилось, да? Я сейчас ручок потом покажу, я для интернета снимаю. Вот. Черным по белому. Написано, что на бисею привит, да? Вот. Но дело-то в том, что это... Ой, не буду я вам легче считать. В общем, я потом для всех расскажу. Слушайте, а вот как обыкновенные, из косточки абрикос растет, будет плодоносить? У меня таких полтора десяток из косточек. И он плодоносит? Они скромные, да. Они скромные. Вы что, железовый не знаете? А у вас есть в облокладниках? У меня 600 раз по телевизору с повторами показали. А в одноклассниках есть? В одноклассниках нету, потому что я убрал свою страницу. Потому что несколько психов, людей злобных, до невероятностей, ну, которым дурдом плачет. Они, вот как напишут, очередную дрянь. Ерунду какую-нибудь. Да, не ерунду, а оскорбление. А прежде чем я смотрю, у меня уже давление стоит. Сказать, ну, в общем. Ну, так это, конечно. Ну, так. Поэтому ищите меня, знаете, как. Это я вам говорю, за одним еще, может, тем, кто... А, ну, тот, кто увидит меня в интернете, он так увидит. Ну, это примерно так выглядит. Значит, набираете в Яндексе, например, в поисковике. Угу. Три слова по-русски. Сайт, садоводожелезо. В верхней строчке сайт, зашли, и вы окажете в удивительном мире. В лучшем российском саду. Ладно, хорошо. Показать вам какие-то там абрикосы у меня. Да вы что? Да вы еще, вы что, смеете, что ли? 27 километров красный хутор. Каждая собака знает все нагрузки. Ну, ладно, это так. Будем считать, это вам повезло, или мне. Благодаря вам я немножко раскрыл эту тему. Вот они, красавчики. Вот они, абрикосы-то. Вот жалко, не имею права вот так ломать. Вот так. Ну, это-то, конечно.